Привет, ребят! И внезапно очень быстрый обзор после предыдущего. Ура! В общем, дело в том, что я очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень внезапно быстро закончила вот этот скетчбук. Как-то это очень всё произошло, даже удивительно для меня. Поэтому я решила, что надо быстренько записать видосик, иначе потом я уберу скетчбук куда-нибудь далеко, потом мне станет лень что-то его доставать и записывать. Поэтому вот. Для начала, что это за скетчбук? Это скетчбук Vista Artist. Их продают в Леонардо, они достаточно недорогие, с неплохой бумагой. В общем и целом, скетчбук достаточно неплохой, особенно для своей цены, учитывая, что мне он достался на халяву, как для теста художнику от магазина Леонардо, поэтому как бы грех, собственно, было его и не разрисовать. На нём наклеечки с китами, которые я покупала на Алиэкспрессе, наклейка из нашей любимой кофейни сгущенка, и посерединке от Мэтта наклеечка с Марселин. Вот, собственно, если мы начнём, вот первый разворотик, бессмысленный, беспощадный. Я заказывала посылочку из Англии, из магазина Jackson's Shop, и мне вместе с моим заказом прислали два вот таких вот милых буклетика с разными художественными материалами, всякой фигнёй, с кодами на скидочку и так далее. Вот, и поэтому я просто, просто так решила вклеить его сюда. На самом деле этот скетчбук самый пёстрый, попугайстый по сравнению со всеми моими скетчбуками в плане вклеенных листочков, страничек, открыточек и прочей фигни. Прошу простить меня за это тем, кто говорил, что не нужно этого делать. Я просто однажды взяла и оторвалась по полной на этом скетчбуке, и в общем, вот. Первый рисунок и серия рисунков, которые последуют за этим рисунком, это челлендж хуманизации в Инстаграм, который я благополучно пролетела Акифанера над Парижем, собственно, по своей старой доброй традиции, никогда нигде ничего не выигрывать. Вот. Первым в марафоне было задание на десерт, хуманизацию какого-то сладкого блюда. Я накосячила с буквой А, я писала это всё очень быстро на работе, надо было писать букву Ю, я написала Э, и мне только ленивый не тыкнул, что нужно было писать не так. Вот. В общем, вот такая дамочка у меня получилась. Здесь я также тестировала капиллярные ручки и цветные карандаши, которые мне также предоставил магазин Леонардо. Цветные карандаши из чёрного дерева. Они оказались весьма-весьма неплохими, достаточно симпатичными карандашиками. Я, может быть, даже сейчас покажу, как они выглядят. Да, я покажу. В общем, эти карандаши выглядят вот так. Это не их оригинальная коробка, но они с чёрным деревом. Вот. Для своей цены они вполне себе, вполне неплохие карандаши. Вот капиллярные ручки, которые мне также предоставил Леонардо. Это просто жуть-жутий каких-то. Это просто мажущее нечто, которое сводит с ума. И я потом очень настороженно рисовала этими ручками. Они сейчас у меня просто стоят, собственно, в стакане. Вот. Дальше. Что у нас идёт дальше? Дальше идёт вторая тема этого же самого марафона. Это была уличная еда, и я не хотела рисовать бургеры и прочую фигню. И почему-то мне захотелось нарисовать мальчика азиата. И я вспомнила, что мы недавно с подругой ели пшеничный ролл с рыбкой, с лососем. Ну, по сути, это как бы было просто... Был лаваш, в который была завёрнута рыба, всякий салатик. Но это тоже как бы стритфуд, поэтому я вот нарисовала в юношу подобного. Следующая картинка немного не вписывается в марафон. Я, наверное, предупрежу, что этот обзор будет длиннее, чем все остальные обзоры. Но я думаю, вы потом по минутам уже поймёте, что это так. Вот. Потому что, в принципе, в этом скетчбоке есть чего сказать о многих картинках. Эту картинку я начала очень спонтанно. Я думаю, что когда-нибудь я нарисую её на большом формате. Она мне, в принципе, нравится, но с ней было много боли. Я думаю, даже на экране сейчас видно то, что здесь два разных оттенка чёрной ручки. Этот более фиолетовый, этот более синий, серый такой. Просто так вышло то, что у меня закончилось на небе. Вот тут моя любимая чёрная шариковая ручка, и пришлось брать другую. И поэтому рисунок немного, так сказать, похерился. Получилось вот так. Следующая тема на марафон. Это были первые блюда, типа супы-борщи. И мне захотелось в пару к моему азиату нарисовать азиатку. Поэтому вот я рисовала удон. Это просто набросок с натуры. Я работала, и вот девочка у меня сидела. Это та же кошмарная фиолетовая ручка, которую я говорила до этого. И тут ещё стихотворение. Мне оно просто показалось в тему, потому что это стихотворение Тарковского Арсения про шарнирного человечка, которого рисуют художники. Если попробуете поискать, то вот Арсений Тарковский автор. Начинается она словами в мастерской живописца «Стоит манекен» или «Сидит». Это очень старая открыточка. Она не моя. Когда-то очень-очень давно я выиграла её в лотерею какой-то художнице. И, если честно, даже и забыла, у кого я её выиграла. Это было года три назад, наверное. Но открыточка осталась. Она с Новым годом. Вот, 13-14 год. Вот, то есть практически три года. Это следующая тема марафона «Фрукты». Опять же, не хотелось врать ничего банального. Хотелось нарисовать мальчика. И я вот решила остановиться на драконьем фруктике. Это бессмысленная, беспощадная иллюстрация с попугаем. Мне просто захотелось нарисовать попугая на работе. И тут осталась куча места. Я зашла на Википедию, открыла статью с описанием попугаевых. И написала вот абзац просто, чтобы оно там было. Собственно, второй флайер из Джексонса. Ну, просто красивенький. Мне было очень жаль его выбрасывать. Вот эта картинка, она на несостоявшийся марафон. На самом деле, марафон состоялся, но не состоялось моё участие в нём. Я в очередной раз разочаровалась в всех этих марафонах. Мне было грустно. Я не успевала совмещать с фуд-марафоном этот марафончик коротенький. И в итоге у меня осталась одна вот такая иллюстрация, где нужно было придумать персонажа для детской книжки. И я попросила детей, у которых я преподаю, придумать ему имя. И, в общем, Настя, моя ученица, она сказала, что его зовут Кайл. Ну, и мы решили, что его будут звать Кайл. Это, знаете, такой дух животное, которое, короче, должно присматривать за морским дном, чтобы, типа, никто не сорил, там, не делал всяких гадостей. Но рыбы и люди и все делают всё равно всякие гадости, загрязняют морское дно. И поэтому Кайл всегда в печали, в ныне и говорит, что все вокруг дерьмо, а я один в белом пальто стою красивый. Вот. Символично он беленький. Продолжается фуд-марафон. И на тему безалкогольной напитки я очень-очень много думала, в отличие от остальных. И я действительно не знала, что мне нарисовать. Я пришла в наш художественный чатик, и люди подсказали мне, что можно хуманизировать кофе какое-нибудь. Я что-то даже не думала про кофе, я думала про какие-то только холодные вещи, и поэтому у меня получился такой модный хипстер-дед в татуировках и шарфике. Эспрессо. Эта картинка самая упоротая, но она мне почему-то дико нравится. Там, короче, нужно было нарисовать овощ, какой-нибудь необычный овощ. И я нашла картинку Ортишока в интернете, и мне почему-то сразу он представился такой молодящейся странной бабкой, которая красится, носит странные очки и ходит в странных вещах, яркая, такая необычная. Поэтому вот, вот она. Это маленькая зарисовочка про Кайла и Медузку. Здесь очень грустный отрывок, написанный мною. Если у меня получится, я вставленный вариант вставлю куда-нибудь вот сюда, нормально отпечатанный. Что-то мне грустно было в тот момент, поэтому получилась какая-то чушь словесная. Вот эта страничка, это не мои рисунки, не мои рисунки, я сразу говорю, это не мои рисунки. Это рисунки Юли Сылко, она мне очень давно присылала письмо с рисунками. Оно мне просто так лежало, и я решила, что рисунки, которые присылали мне ребята, нужно вклеивать скетчбуки, иначе они просто потеряются где-нибудь. И я вот вклеила их сюда, они очень милые, красивые, уютные, акурельные. Это мне пришли китайские линеры для каллиграфии, и мне захотелось попробовать, что же это такое. И вот какой-то странный чувак с черепом нарисовался. Очередная тема фуд-марафона. Нужна была хуманизация алкогольного напитка, тоже было очень тяжело выбирать. Опять же, в чатике ребятки посоветовали мне взять черного русского. И я вот нарисовала такого хипсто-татуированного парня с пирсингом и в бабочке, и в фарточке на голое тело. Мне почему-то представляется, что он как бы бармен в каком-нибудь модном месте. И последняя завершающая иллюстрация фуд-марафона, но не скетчбука, как вы видите. Я говорю, это будет дольше, чем обычно, прошу прощения. Нужно было нарисовать любимую еду. Я очень сильно металась между несколькими блюдами или продуктами, но я остановилась на креветках, потому что креветки — это еда богов. Это божественно, это прекрасно, потрясающе. Вот. И поэтому вот у меня получилась креветушка. Такая с дредами креветушка. Вклеенная эльфа-баба, потому что я внезапно села, начеркала на белом каком-то листе, и она мне что-то так жутко понравилась. Она мне напоминает стилистику эльф-квест. И она такая очень комиксная, и вот я ее решила сохранить вот здесь. Это, опять же, не моя иллюстрация. Мне прислали ее в письме, некий Аден. Вот. И вот я ее тоже сюда вклеила. Это мой персонаж Элай. И это... И это портрет. Это портрет Олега Грейсина. Это косплеер из Воронежа. И у него супер-мега-прекрасный, замечательный косплей на плюща, который снимала не менее прекрасный и замечательный фотограф Дориана с Краснодара. Работы, которые я очень люблю. Вот. И поэтому вот я очень долго как-то хотела нарисовать плюща, и тут что-то внезапно как-то так вот мне захотелось. И я просто без карандаша черной шариковой ручкой наваяла этот портрет. Отправила Олегу, ему понравилось. Вот. Такие вот дела. Это наброски птички и птичка, которые я, скорее всего, никогда не закончу. Это скорее концепт, идея. Возможно, когда-нибудь я ее перенесу на большой формат, но тратить время я уже смысла у нее не вижу. Тем более шариковая ручка — это очень долго. Штучка с футболки. Я покупала футболку с дедшотом, и там была такая прикольная этикеточка, поэтому я ее сохранила. Вот тут у меня портретики. Портретики из твиттера. Я просто сказала людям поскидывать свои фоточки, и они, короче, поскидывали их. Я нарисовала быстрые скетчевые портреты. Ну, мне тут один человек сказал, что, типа, не похоже, но я как бы и не старалась этого делать. Ну, ладно, окей, хорошо. Вот. Я просто делала стилизованные какие-то образы на тему фотографий, которые мне кидали. Вот еще две девочки. Кстати, вот художница еще одна краснодарская, Пше. Тут у меня просто по цвету совпало. Это визиточка Лики, которая тоже очень крутой художник. Она рисует очень крутые наклейки, и у меня даже есть наклейки с едой от нее. И закладочка, вот. И значок. Это вообще суперкрутая иллюстрация, суперпрекрасная просто. Это, короче, игрушечный трактор. А потом у меня закончилось место на телефоне, и пришлось удалять инстаграм. Вот. Надеюсь, там заминочка не была слишком долгой. Я успела наговорить на выключенную камеру минуты три, поэтому и я молодец. Это просто какие-то наброски к большой графической работе, которую я сделаю, я так думаю, что очень нескоро. С этого момента... Боже, как глупо говорить. Одно и то же два раза когда-то это уже говорил. В общем. Я начала рисовать скетчевые портретики, и поняла то, что мой уровень опустился значительно по сравнению с предыдущим годом и позапредыдущим годом, потому что я очень долго не рисовала вот стадиков, скажем так, именно каких-то учебных набросков тел и лиц, и всё это просело очень сильно. Поэтому я решила, что нужно возобновлять эти вещи, делать быстрые, долгие какие-то портреты, фигуры и так далее. И начала вот с этих двух. Сначала был мальчик, собственно, что было первым курица или яйцо. Вот. Он достаточно долгий, я очень долго с ним копалась, очень трудное лицо молодого человека было на фотке, и, в общем, оно и не получилось в итоге нормально, но где-то я полчаса на него убила, наверное. Девочка очень быстрая, 10 минут буквально, не больше. Здесь я продолжила. Это очень быстрая девочка, тут просто даже меньше 10 минут. Мальчика я рисовала достаточно долго, вот этот мальчик мне очень нравится. Он рисовался краем карандаша, мягкой стороной, не заточенной, и он такой очень воздушный получился набросок, мне он нравится из всех них больше всего. Тоже очень характерный дядя из сфоточки, и я нашла фотографию барышни в платье, которая очень красиво выглядела, и я ее тоже наскетчила простым карандашом. Вот с этих двух страничек, которые очень красиво смотрятся в окружении великолепного антуража, которое я создала специально для вас. Вот, я вспомнила про Скули Джули, и решила, что раз за три года надо все-таки попробовать его нагнать. Вспомнила я о нем слишком поздно, 5 числа, поэтому я нарисовала два черепочка 5 числа, когда я вспомнила об этом. Это черепок кошки и собачки. На следующей странице, это уже за шестое число, это лошадка и человечек. И следующая рыба, это уже за седьмое число, когда я нагнала Скули Джули, наконец-то, блин. Рыбка своеобразная, она акварельная и линерная, и тут еще пропечатался маркер с предыдущей стороны, но это типа так и надо, да, вот. И еще вот два, собственно, шестой и седьмой черепа. Череп вампира, предположительно, ну или кого-то, кто не очень похож на человека. И череп птички, предположительно, некой вороны. Вот. После этого, собственно, тут пропечатанная страница, потом я нашла две свои наклеечки, которые были после моей раскраски с духами. Конец скетчбока, шестое июля семнадцатого года. Я закончила этот скетчбок. Начала я его, когда же я его начала? Я его начала семнадцатого апреля. Вот. Это очень долгий для меня скетчбок, потому что это как бы апрель, май, июнь. Ну, месяца три, наверное, у меня на него ушло, поэтому очень долго. На последней страничке у меня какая-то фигня, а тут Грю, тут Грю. Вот. Обожаю первые две части, но насчет третьей неуверена, я еще ее не смотрела, и мне кажется, она будет шлак. Поэтому я очень сомневаюсь смотреть ее или нет, а Грю прекрасен. Вообще просто. Я вырезала его с пачки Космостарс. Аня, двадцать три годика. Вот. Ну, тут страничка, зарисованная серебряным маркером, которая переливается. Это просто листики какие-то. И, собственно, с этим скетчбуком все. Следующим после него у меня идет черный маленький скетчбук пятого формата, который я начала черти знает когда, и элементарно не могу его закончить. Он у меня не идет. Выглядит он вот так. Я уже показывала его в предыдущем видео, кажется. А вот он заполнен где-то на... На вот столько, как бы. Ну, то есть вы понимаете, да? Но я надеюсь, что сейчас лето, и я быстрее его зарисую, наконец-то, потому что он мне уже надоел. Вот. Спасибо, ребят, что посмотрели. Спасибо за то, что следите за моим творчеством. Последнее время достаточно большое количество фидбэка в Инстаграм, поэтому подписывайтесь в Инсту, Вконтактике, здесь, на канале. Очень важны ваши комментарии. Оставляйте комменты. Это очень мотивирует, и очень интересно их читать. Всем всего хорошего. Пока-пока.